Большинство экспертов, которые представляют сторону недоброжелателей, пытаются все время высказать убеждение в том, что это все к этому шло, что Эрдоган довел страну своей политикой до возмущения военных, народа, но это все, по-моему, полная чушь, потому что реальные события, во-первых, продемонстрировали, что армия, как система, не поддержали заговорщиков, народ вышел огромными массами на улицы и, не жалея себя, блокировал вооруженных заговорщиков, причем довольно много людей погибло прямо под танками, загораживая своими телами проход, и, конечно же, заговорщики рассчитывали на то, что как только они выступят, сразу все запылают. То есть они тоже не понимали реальной политической обстановки, хотя они были, что называется, инсайдерами. Это довольно странно, но, тем не менее, мы не можем игнорировать факты. Они выступили и они рассчитывали явно на то, что останутся не в одиночестве. Ну, скорее всего, действительно, ставку они делали на то, что просто убьют Эрдогана, и это будет достаточно, потому что без него все развалится. Но то, что там не было лидера, то, что там не было, так сказать, своего Бонапарта, своего Пиночета, говорит о том, что все это совершалось не во имя какого-то амбициозного, такого потенциального каудилья или дучи, который бы хотел взять эту власть себе, а что все это совершалось ради какого-то чайка или сил извне. Я думаю, что без близко находящихся в Турции сил Соединенные Штаты, которые, несомненно, имеют отношение к этим событиям, они бы не смогли работать. То есть, конечно же, были такие активные силы, влиявшие на ситуацию рядом с Турцией. Но Эрдоган сделал выбор. Он не стал пальцем показывать ни на кого, кроме Соединенных Штатов. То есть, мы можем только предполагать, что ему известно объективно и на самом деле, но для, так сказать, общественного мирового мнения он однозначно сосредоточил свое внимание на США. Это его выбор. Он дальше будет развивать свои политические шаги в соответствии с этим выбором. То есть, виновным будет только Америка. Ну, сейчас приняты очень серьезные меры. То есть, идет перетряхивание армии. Очень большое количество арестованных офицеров, 70 губернаторов, глав городов. Идут аресты даже в полиции, которая была главной силой, вступившей в бой с почистыми. Там довольно много полицейских задержано, арестовано. Я уж не говорю о том, что в судейском корпусе просто произошла масштабная чистка. То есть, около трех тысяч судей вообще выброшено с работы. 250 из них арестовано. Я думаю, что после такого погрома соорганизоваться будет сложно. Но тут вопрос даже не в том, что может быть или не может быть повторение в буквальном смысле. Я думаю, что повторение такого вот переворота, попытки такого переворота совершить уже не удастся в ближайшее время. Но может у бюрократия замотать те достижения политические, которые конкретно возникли в результате тех бонусов, которые конкретно возникли в выдавлении Путчер. То есть, сейчас нужно, так сказать, по горячим следам строить трансформацию политического пространства, выходить на новую конституцию, создавать структуры, проэрдогановские структуры гражданского общества, советы, которые бы его поддерживали. Поддерживали не дублируя АК партии, а именно поддерживая, то есть, будучи той организованной структурой, чтобы это была не хаотическая масса, вышедшая из домов на улице, а чтобы это были, говоря советским языком, домкомы, месткомы и так далее. Где сидели бы представители совершенно разных кругов, включая вооруженные силы. Это было бы, на самом деле, очень таким важным для поддержки Эрдогана ходом. Сделает ли он его, пойдет ли АК партии, бюрократия АК партии на то, чтобы, так сказать, дать ход гражданскому обществу в поддержку Эрдогана, или она будет все спускать на тормозах, то есть, репрессии, с одной стороны, а с другой стороны, изоляция бюрократической корпорации от улицы, от масс. Если дело пойдет популяции бюрократии от масс и контакт с, так сказать, противником исключительно через гайки, через закручивание гаек, то, хотя, может быть, такого же повторения не произойдет, но это резко приведет к разочарованию народа, который сейчас ждет, что поскольку он Эрдогана выручил своим жертвенным выходом на улице, Эрдоган тоже ему кое-что должен. Я думаю, что сейчас Эрдоган может получить референдум в поддержку новой конституции с президентским устройством, с новыми властными полномочиями, но и народ тоже ждет в обмен, что ему дадут возможность обратной связи с историей, с принятием решений, с властью и так далее. Если вот такой двусторонний путь реализуется, вопреки и через голову бюрократии, да, у Турции тогда великая роль. Если нет, то она останется в изоляции, потому что все, так сказать, дружелюбные оскалы в ее сторону, конечно же, ничего не стоят, потому что Турция и турецкий режим в нашем регионе Евразии не пользуются популярностью по далеко идущим историческим основаниям. Ну, в первую очередь, потому что турецкий проект – это продолжение византийского проекта, а, например, та же Россия, являясь наследницей Орды, тоже представляет собой претензию на продолжение византийского проекта. Кто из них более Византия, кто из них матери истории кажется более Третьим Римом, вот, это всегда было предметом спора на протяжении последних 500 лет. Вот, и думаю, что никакие помидоры туристы вот эту тему не перечеркнут. Ну, все зависит от того, кто что любит. Вот, если кто-то любит, так сказать, овощной отдых и, так сказать, греться на солнышке в расслабленном состоянии, то, может быть, ему стоит подумать о каких-то других вариантах. Но есть люди, которые отдыхают на адреналине. Есть люди, которые просто любят горячие точки и едут туда отдохнуть. Ну, тогда в этом случае, конечно, пусть едут туда. Обязательно спасибо. Вам тоже. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok